Я нахожусь в поселке Ключи на берегу реки Камчатка и прямо сейчас за моей спиной извергается вулкан Шивелуч. В ближайшее время ожидается очень крупное извержение этого вулкана, поэтому сейчас я пойду в город, попытаюсь найти местных вулканологов и узнать у них, насколько же опасно будет это извержение. Один из самых крупных и северных вулканов проснулся на Камчатке. Камчатка это самый активный регион на Земле. Камчатская земля будто живое существо. Вулканологам удается замерять ее пульс. Из Шивелуча извергается лава, грунт обваливается, в небе клубы пепла. Здесь концентрация вулканов активных, извергающихся, самая большая на планете. Находиться в этом районе чрезвычайно опасно. Сейчас мы едем на гору Шивелуч. Он у нас неделю назад извергался сильно. Много пепла было часто, может быть, даже мы можем и не проехать, потому что там шли пирополитические потоки. А это такая хрень, что называется, пемза с песком. И если он извергается, то она летит со скоростью до 130 км в час. От нее невозможно увернуться. Если ты попал в этот желоб, где по кругу она течет, ты от нее никак уже не убежишь. А то, что мы сейчас едем, это не опасно? Посмотрим. Посмотрим. Как вот нас себя ведет этот шивелуч. А машине сможем уехать, если что? Нет. Вот видите, какие эти обрывы песчаные. А как они образовались? Это вот поток шел, и это всю землю смывал. Но это когда было, не знаю, в какие времена. А грунт здесь такой мягкий. Он быстро размывается. Там сейчас увидите, к какому каньону мы приедем. Там половина метров, наверное, 50. Там каньон. Еще вон, в сухой лес. Сухостой. Эта поездка стала возможной благодаря сервису OneTwoTrip, который позволяет мне легко спланировать любое путешествие. За пару кликов я нахожу и покупаю нужные билеты на самолет, поезд, автобус, бронирую гостиницу или арендуя автомобиль. Могу даже заказать экскурсию с гидом. Все сервисы доступны в одном и в одвожении. Ну и про супервыгоду. В OneTwoTrip есть тревел-карта, пользуясь которой вы можете получать до 15% кэшбэка за свои заказы на следующие путешествия. При этом для выпуска карты вам потребуется телефон и одна минута времени. Обслуживание карты бесплатно. Можно добавить ее в Apple Pay или в Google Pay. И оплачивать свои онлайн и офлайн покупки, постоянно продолжая получать кэшбэк на путешествия. Чем не мотивация отправляться в них почаще. При этом по ней постоянно действуют специальные акции и предложения. Например, в ноябре 10% кэшбэка за рестораны, кафе и доставку еды. И 5% кэшбэка за покупки в супермаркетах. Переходите по ссылке в описании под видео. Скачивайте приложение OneTwoTrip. Оформляйте карту с большим кэшбэком. И начинайте путешествовать выгодно. Это здание вулканостанции. Здесь непрерывное наблюдение за вулканами с 1935 года ведутся. Это начало российской вулканологии. Это, собственно говоря, мы с дрона снимаем лавовые потоки всякие и строим потом по ним 3D-модели. Внутри вулкана все время происходят какие-то процессы. Он периодически дрожит. У него изменяется наклон склонов немножечко. Сантиметры, но все равно изменяется. Он как бы дышит. Там из него выходят газы периодически. Это геологический компас. Отличается от обычного компаса тем, что у него запад с востоком поменены местами. Если обычным компасом, то его прикладывают к линии простирания. И приходится потом поворачивать на 180, чтобы снять значение. А здесь снимается значение прямо напрямую. Часть времени я провожу здесь. А часть времени мы выезжаем на вулканы и там работаем. Часть времени проходит в каких-то командировках. В Петропавловск, например, в институт. Потому что там тоже есть вопросы для изучения. Я нахожусь рядом с институтом вулканологии, который занимается изучением вулканов и землетрясений в России. Но не только в России, не только на Камчатке, но и во всем мире. Сейчас я пройду в институт и посмотрю, чем занимаются там ученые и вулканологи. Надо сказать, что понятие действующий вулкан – это понятие неопределенное. Наши вулканологи считают, что если вулкан извергается хотя бы один раз в 3,5 тысяч лет, на его склонах есть фумаролы, сульфатары или горячие серные площадки, то вулкан считается действующим. У японцев при тех же условиях эта дата составляет 10 тысяч лет. Когда вулкан перестает извергаться, на поверхность его магматическая камера еще очень долгое время остается горячей. И на поверхность поднимается газ. И из этого газа могут образовываться новые минералы. Образец, который взяли где-то в поле, откололи от скалы или где-то, его монтируют в эпоксидную смолу. Потом тщательно полируют. Здесь очень важна подготовка образцов. Открываем и включаем откачку. Это будет вакуум, высокий вакуум. Это рентгеноспектральный анализ. Автоматизировано все. Вот внутри, вот здесь, вот этот детектор снимает. А здесь вот эта пушка сюда дает эмиссию электронов. В результате бомбардировки объекта выделяются кванты энергии. Они улавливаются. То есть каждый элемент имеет свое характерное рентгеновское излучение. Ну, вы сейчас увидите, как все фиксируется. Что за яркая фраза смотрит. Здесь немножко смесь идет, но явно идет гидроокислый, окисложелезо, железо, кислород. Тут мы храним свое снаряжение, которое используем для полевых работ. Такой вот наш шкаф. Они почти у всех есть у наших сотрудников. Здесь мы храним, потому что они не помещаются в наши кабинеты, это резиновые сапоги, чайники, которые мы используем, карематы. То есть некоторые, конечно, хранят и образцы здесь свои тоже присутствуют. Собственно, вот здесь, пожалуйста, образец один, извержение другом толбачек. А сколько вы говорите сегодня уток отстрелили? Сегодня четыре. Пять штук ты ебнул. Пять? Да. Вчера три, а я одну вообще за всю охоту. А долго, много времени на охоте провели? Да ну нахуй вчера уехали после обеда. Вы часто так ездите? Да, через неделю опять поедем. Картошку выкопаем и поедем. Но уже надолго. Не на один, дети. Вот я наш на Короторе работаю, на аэродроме зимой. 28 рублей. А у летчика штурмана нахуй 180. Да какой поболе, наверное. Да нет, я же, блядь, в бане спрашиваю. 180 тысяч, дома. Здесь, в этой протоке, утонул ОМОНовец майор. А как так? Нажрался нахуй, утонул. Хе-хе-хе-хе-хе. Подлюгай, туда ему дорога, блядь. Опричники, потому что, блядь. С одной рыбиной попадешься, блядь. Отъебош от нахуй, да блядь еще и штраф. А за рыбину сейчас 11 тысяч штраф. Вот и считай. Десяток поймал. Вот сейчас мы поймали. Везем 4 штуки. А, и это, и Микижа тоже штраф. Микижа сколько? Тыщенка-то точно нахуй. Вот на 45 тысяч мы идем домой. А вы здесь, я так понимаю, родились? Да. 66 лет уже будет сейчас. Как я здесь живу. Как вам здесь? Нравится? Конечно. У меня в городе квартира однокомнатная, но вот жена там живет, а я здесь. И я не могу отсюда никак оторваться. В городе это Петропавловске? В Петропавловске, да. А я знаю, я не знаю, что там делать буду просто. Сидеть дома. Усиление очень постоянно находится в стадии извержения. А усиление произошло где-то 29 июля. Начала поступать свежая лава в кратере. По ее освещению, это мы можем наблюдать из случаев, в инфракрасном диапазоне камеры у нас такие стоят. Вот это вот сейчас на Швелочи все очень спокойно. А недельку назад было все куда неспокойнее. А недельку назад все это выглядело вот так вот. То есть вот эти вот штуки, это землетрясения. Они локальные, то есть здесь они почти не чувствуются. Но тем не менее, вулкан сильно дрожал с него. Шли раскаленные лавины. На записи маленькие точки внизу, это, собственно говоря, машины, туристы, которые приезжали туда смотреть на то, как извергается вулкан. От нас налево вот уходит такая серая полоса. Это пирогластический поток. Ну и попадая в этот пирогластический поток, выжить шансов почти нет. И убежать от него тоже невозможно практически. А на машине можно уехать? Ну, по той местности, которая там, я думаю, вряд ли. Но вообще поток движется со скоростью от 40 до 60 км в час. Там больше 15 и сложно ехать. Мы только что приехали на вулкан Шевелыч, вот на таком уазике. И сейчас пойдем дальше пешком. Сейчас уже извержение закончилось, но мы все равно чуть-чуть поднимемся. Надеюсь, облака рассеются, потому что сейчас облачно. И надеюсь, что получится увидеть вулкан, ну, или хотя бы пары извержения, что там осталось. И когда было извержение, вот недавнее растаял лед, получается, из-за лавы. И потом она текла, вот здесь вот этот лед, растаявший вода, поток грязи, размывая огромный каньон. Я не знаю, сколько он метров. Он двух уровней, вот здесь первый уровень. И там, если дальше посмотреть, еще как бы второй уровень, еще глубже размыто. Визуализация сейсмоданных, которые приходят со станции, чтобы было видно, что пишется. Извержение можно прогнозировать, но прогнозируют, они в городе занимаются этим, но лаборатория там есть. Лисва, вот. А чтобы землетрясение спрогнозировать, это очень сложно. А она начинает усиливаться, частота там, вот это все. И в связи с этим можно прогнозировать. Были прогнозы удачные и безымянного вулкана. Здесь стоят радиоприемники. И все сейсмостанции, которые стоят на Ключевском, на Шевелочи, они уже принимаются вот в таком небольшом коробе, так сказать. И уже передается все на гуфер, на компьютер. Привязка к GPS по времени, чтобы все станции к одному времени привязывались. Вот эти станции. Вот можно послушать станцию. Пропишется, нет? Слышно будет, нет? Как они так сказать? Поют, поют все каналы на звуковых частотах. Серверная стойка, она собирает все данные с сейсмостанции АЦП. Из остальных станций у нас постамент, сейсмаяма. И отправляет их уже в Петропавловск, Камчатский. И сейчас я иду по отложениям пирокластического потока, как мне сказали вулканологи. И благодаря этому потоку появилась возможность сюда подъехать. Подъехать на машине так близко. Вот, потому что машина по нему едет. И этот поток, это, в общем, смесь раскаленного газа, пепла, даже камней. Иногда его температура может достигать 800, что ли, градусов. И это такое я читал. Если он касается, к примеру, леса, то лес сгорает полностью. Ну, и спастись от этого потока вообще никак нельзя. Это он осел, так он выглядит. Здесь уже этот поток конкретный подвергся эрозии. То есть видно, что, да, тут водой размыло, там камни валяются и так далее. Опа! Класс! Почти вылезает, и вот как бы без проблем. Вот всегда боковые лузы прямым очень бывает сложно как раз. Ну, когда выпадает, это так приятно. Боковые почему-то всегда по касателям проще ходят. Ну, вулканология, это часть геологии. То есть она как бы, ну, это просто... То есть это не то, чтобы совсем отдельная какая-то профессия вулканолог. Вулканолог — это геолог. Ну, то есть по факту, как бы просто не только геолог, но и геофизик, который работает с вулканами, и геодезист, который работает с вулканами. То есть как бы вулkanолог — это просто человек, который работает с вулканами, как-то их изучает. Иногда он их изучает с геологической точки зрения, иногда с геофизической, иногда с географической. Есть вулканологи, которые изучают лед на вулканах, типа как он себя ведет, как еще. То есть вулканолог это просто человек, который изучает вулканы, а специализация, специальность у него может быть разная. То есть нигде не учат конкретно на вулканолога, учат на геолога, географа, галлициолога, то есть как бы разные-разные специальности. Но если человек работает, как бы применяет свою специальность к вулканам, он как бы становится вулканологом. Это заброшенное здание, раньше было лесохозяйством, сейчас же от него практически ничего не осталось. Проломилась крыша, все заросло растениями. И здесь это здание, которое относилось к лесохозяйству, такое не одно. Здесь целый комплекс зданий, все они заброшенные. Но я скажу, что несмотря на то, что здесь больше не занимаются заготовкой леса, поселок сам выглядит довольно живенько. Интересная штука, вот здесь я сейчас иду, все вокруг высокой траве. Но среди этой высокой травы есть вот такая вот небольшие две таких колеи. Видимо, сюда кто-то подъезжает на машине и увозит остатки того, что здесь можно забрать. Ну там, не знаю, железо спыливает оставшееся, еще что-то добирает и потом как-то это использует. Что вы делаете? Годжок моем, гольчиком, а около пучок срезаем и рыбачим. Раз, и все. И рыбалить потихоньку. А вот так вышли, чисто. Дома, чтоб не сидеть. А часто вы ходите так, чтоб дома не сидеть? Да, бывает. Когда не на работу, на выходные, вот, пошел процесс. Голец, гольчик, сковородничек. А почему такая маленькая она или это маленькая? Ну, есть большие. А это средний сковородничек, нормальный. В поселке Ключи живет примерно 4,5 тысячи человек. И он находится далеко от ближайшего крупного города, примерно в 600-700 километрах. Соответственно, здесь нет никакой электростанции. Точнее, вот, позади меня есть дизельная электростанция. Сюда привозят дизель, есть хранилище с дизелем. И, соответственно, за счет этой электростанции весь город питается энергией. И здесь много вот таких цистерн дизельных и местных. Их приспособили под гаражи для своих лодок и автомобилей. А вы себе дрова колите? Нет. Знаком. А что они сами не наколят? Сердце. Вот так постами рублю. А потом щелк. Здесь было 12 кубов. В три раза больше, в четыре. Ну, помогаю где-то дверь поставить, где-то теплицу накрыть, где-то дрова поколоть, снег покопать. А почему здесь решили остаться в ключах? Да что, понравилось мне здесь в поселке. А что понравилось? Свежий воздух. Народ простой. Более-менее. Субтитры сделал DimaTorzok